Уличная спортивная площадка начала свою работу на территории молодежного центра. Профессиональные тренеры проводят там тренировки как для мужчин, так и для женщин. Также на площадке можно обучиться базовым движениям брейкинга. Кардио, стретчинг, МФР, силовые и функциональные тренировки. На уличной площадке молодежного центра начались занятия с инструкторами. В этом году к работе присоединилась фитнес-тренер Дарья Колина. Она подбирает для человека нагрузку в соответствии с запросами, а также проводит групповые тренировки как для женщин, так и для мужчин. Для девушек тоже есть программы, такие как проработка ягодичных мышц для парней, для взрослых. То есть упражнения на турниках, на брусьях, то есть разные. Есть у нас инвентарь. Молодежный центр выделил нам оборудование необходимое для комфортного занятия. В нашем ассортименте есть гантели, экспандеры, фитнес-резинки, также мячик, баскетбольный, волейбольный. Гантели потяжелее, полегче. Сейчас еще обещают провести блины, то есть чтобы можно было что-то поинтереснее, потяжелее давать людям. Тренер проводит тренировки как с дополнительным оборудованием, так и собственным весом. Также на площадку могут прийти дети и пожилые люди. Для них тоже предусмотрена отдельная программа. Если у вас есть травмы, инструктор это учтет и даст индивидуальные рекомендации. Работа я получается два с половиной часа. В пять часов я начинаю выносить оборудование и уже тренировки с 5.30 до 8.00. Но если задержимся, то я думаю, летом будем задерживаться, ничего страшного, то есть там до полдевятого, например. Инструктор Дарья Колина работает на площадке каждый понедельник, среду, четверг и пятницу. По субботам с 16 до 19 часов базовые движения брейкинга, хип-хопа, а также общефизические упражнения дает Антон Козлов. Занятия на площадке молодежного центра будут проходить в течение всего лета. Всех желающих провести время с пользой ждут по адресу улица Куйбышева, 19-1, вход со двора. Спорт вопреки зуду и насморку. Врачи во всем мире отмечают рост аллергических заболеваний, которые усиливаются во время физических нагрузок. Но подобные реакции организма не повод прекращать заниматься спортом. Как бороться с весенними аллергенами и триггерами, вызывающими дискомфорт, и продолжать тренироваться с удовольствием, рассказала врач по спортивной медицине Елена Курапина. Поздняя весна и лето неразрывно ассоциируются с каникулами и отдыхом. Но у спортсмена в теплый период проходит несколько иначе. Как правило, они не прекращают тренироваться, чтобы не потерять форму и держать мышцы в тонусе. При этом подобные занятия сопровождаются рядом сезонных нюансов для тех, кто страдает чувствительностью к цветению и другим аллергенам. У спортсменов может возникать после физической нагрузки повышенная аллергическая реакция, которая может проявляться в виде аллергического ремита, проявления со стороны кожи крапивницы и приступов удушья, вызванных физическими перегрузками, так называемая астма физического напряжения. Механизм этого явления до сих пор не изучен окончательно. Причина подобных реакций – триггеры. Ими могут быть продукты питания, такие как цитрусовые, шоколад, яйца, орехи, пищевые красители и усилители вкуса, шерсть животных, контакт с растениями и бытовой химией. Спортсмен должен знать о своем состоянии и избегать приема таких продуктов или контактировать с такими веществами как совсем, так и хотя бы перед тренировкой. Пациентов или спортсменов, которые имеют аллергические реакции на физические нагрузки, нужно научить распознавать первые симптомы появления аллергической реакции и немедленно прекращать занятия спортом в этом случае. Самыми ранними симптомами могут быть утомляемость, покраснение кожи лица или тела, появление зуда и повышение температуры. Если не прекратить тренировку на этой стадии, проявления могут усугубиться. При этом спортсменам-аллергикам заниматься можно, если соблюдать несколько важных правил. Занятия должны происходить обязательно в группе, то есть такой спортсмен не должен тренироваться один. Занятия должны проходить в присутствии тренера, либо родителя, либо какого-либо сопровождающего, который может своевременно оказать помощь такому спортсмену. Желательно вношение мобильного телефона, по которому можно связаться с родственниками. Рекомендовано также носить с собой какой-либо документ или медицинский браслет, в котором была бы информация о возможности проявления таких состояний. И в идеале это занятие рядом с медицинским пунктом. При обострении ренита нужно снизить нагрузку на 50%. Количество тренировок в неделю, сдача нормативов, исключить на время работу с ускорением и отягощением. Тренировки должны проходить при пульсе 120-130 ударов в минуту. Необходимо увеличить время разминки и окончания занятия. В основную часть тренировки можно включить легкий бег, растяжку и элементы вида спорта. Во время обострения астмы вопросы о допуске спортсмена к занятиям решаются индивидуально со специалистом. С наступлением тепла спортивные занятия становятся все привлекательнее. Для силы и здоровья выбирайте бег. Бег – один из самых доступных видов физической нагрузки. В нашем сюжете мы собрали причины надеть кроссовки и прямо сейчас отправиться на пробежку. Весна – идеальное время для того, чтобы выйти на улицу и подарить своему телу радость движения на свежем воздухе. С приходом весны, когда природа пробуждается от зимнего сна, спортсмены и любители активного образа жизни снова начинают отдавать предпочтение уличным пробежкам перед закрытыми пространствами спортзалов и манежей. Бег на открытом воздухе не только помогает поддерживать высокий уровень физической активности, но и положительно влияет на настроение, способствует улучшению общего самочувствия и позволяет наслаждаться красотой оживающей природы. Чтобы бег на улице был в радость, нужно правильно подобрать экипировку. В качестве одежды для бега можно выбрать майки и синтетических материалов, отводящих влагу – шорты или спортивные брюки. Также лучше синтетические или плотные из хлопка для прохладной погоды. Не рекомендуется бегать в обуви для кроссфита, в теннисных кроссовках, кедах или обуви спортивного стиля. Оптимальный вариант – беговые кроссовки. Следите за техникой бега. Ноги должны быть все время чуть согнуты в коленях. Спина прямая, а корпус зафиксирован. Старайтесь приземляться на переднюю часть стопы, у основания пальцев. Однако не оставайтесь все время на носочках. Сразу после приземления полностью опускайте ногу на землю. Соблюдайте технику безопасности при беге. Крепко завязывайте шнурки. Большинство травм во время бега связано с развязавшимися шнурками. Начинайте занятия с ходьбы, разогревайте мышцы. Если вы бегаете на улице, слушайте музыку в плеере тихо, чтобы полноценно ориентироваться в ситуации вокруг. Кратковременная, но сильная нагрузка на мышцы и связки бывает зачастую опасна без качественной разминки. Разминка и растяжка – неотъемлемый элемент перед любой тренировкой, тем более перед спринтерским бегом, и следует уделять этому особое внимание. Тренировочные нагрузки следует увеличивать постепенно. Для начинающих достаточно выходить на пробежку через день, 2-3 раза в неделю. Со временем можно увеличивать как продолжительность, так и количество беговых тренировок, или дополнять их силовым тренингом, растяжкой и йогой. Допустим очередование бега и ходьбы. Даже 6-10 минут бега в очень медленном темпе дают позитивный эффект. Положительных изменений можно добиться при длительности тренировки от 20 до 40 минут. Если вы бегаете на длинные дистанции, лучше брать с собой на тренировке сотовый телефон, заранее ставить в известность о своем маршруте или его изменении родных, друзей и знакомых. Не бегать одному по незнакомой местности, чтобы не заблудиться. Бегать без наушников или слушать музыку в них тихо, чтобы слышать то, что происходит вокруг. Всемирная организация здравоохранения рекомендует для общего поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы практиковать в неделю не менее 150 минут аэробных нагрузок низкой интенсивности или 75 минут средней интенсивности или их комбинацию. Легкоатлеты спортивной школы «Икар» стали призерами на первенстве Нижегородской области. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде среди юношей и девушек до 18 лет. В итоге у саровчан по одному золотую серебру и две бронзы за эстафету в разных возрастных группах. Илья Малышев и Ксения Положенцева заняли второе место по тройному прыжку. Кирилл Механошин стал вторым на дистанциях 200-400 метров. Алина Шишканова прибежала третьей на дистанции 200 метров. Занимаются спортсмены у Марины и Александра Мачкаевых.